На календаре пятница 12 февраля в студии Нелли Филатова. Здравствуйте! Главное в этом выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Светлые стены, зеркала, удобная мебель и цветы. Все стильные и со вкусом. Первая пара молодоженов, чей брак будут регистрировать в обновленном интерьере, а также приехавшие специально на открытие. Руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреевичева перерезают красную ленточку. Ура! Кстати, великолепная блондинка в свадебном платье – наша коллега-корреспондент и ведущая Котлаз ТВ Елена Нелаева. Платье, жених и счастливые родственники – все настоящее. Елену и Николая сегодня можно поздравлять с днем свадьбы. И если раньше сами молодые были главным украшением ЗАГСа, то теперь интерьеры под стать новобрачным. Естественно, конечно. Мы все с вами прекрасно понимали, что интерьеры и помещения Котлазского ЗАГСа требовали ремонта, требовали обновления, поэтому мы постарались. Мы подошли к этому достаточно серьезно. Мы постарались сделать ЗАГС современным, модным, стильным. Мы постарались здесь предусмотреть очень большое количество фотозон, для того, чтобы посетители, которые к нам приходят, всегда уносили с собой приятные впечатления. Самые приятные впечатления, конечно, здесь, в зале торжественной регистрации «Трогательный марш Мендельсона» и двери распахиваются перед молодыми. И здесь все особенно продумано. Теплые пастельные тона, хорошее освещение, элегантная мебель. Весь дизайн, вплоть до мелочей, тщательно продумывали профессионалы. Еще бы, ведь начинать пришлось практически с ноля. Работы были капитальные. То есть последний ремонт в ЗАГСе был в 2008 году. То есть требовало обновления все. И полы, и потолки, и электропроводка, коммуникации. То есть заменено все. Ремонт был проведен во всех помещениях. Сумма, потраченная на капитальное преобразование Котловского ЗАГСа – 4 миллиона рублей. Это деньги федерального бюджета. С середины сентября, как только начался ремонт, регистрации браков проходили во Дворце культуры. Сегодня с регистрации Николая и Елены начался новый отсчет. Кстати, для них это как одна из свадебных примет на счастье. Мы рады, мы счастливы. Теперь мы семья. Я тоже очень рад, счастлив. Какие планы у вас на ближайшее будущее? Мы поедем в свадебное путешествие. Хотим отдохнуть, провести время вдвоем. Котловский ЗАГС теперь можно смело назвать и дворцом бракосочетаний. А работники ожидают, что количество желающих зарегистрировать свои отношения именно здесь заметно возрастет. К другим темам. В Котловсе в полном объеме заработали 4 комплекса фото-видео фиксации. На них в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были привлечены более 20 миллионов рублей. Подробности прямо сейчас. Чтобы повысить безопасность дорожного движения, стационарные комплексы установлены на перекрестках улиц Маяковского-Невского, Маяковского, 70 лет октября, еще один по улице, 70 лет октября в районе дома 18 и на улице Володарского, около дома 103. Новые комплексы фото- и видеофиксации, появившиеся на некоторых участках Котловских дорог, позволяют фиксировать до 15 видов нарушений ПДД. Кроме того, они интегрированы в систему «Безопасный город», а это уже дополнительно позволяет выявлять и другие нарушения, например, машины, скрывшиеся с места ДТП. Так, специальные датчики на комплексах позволяют фиксировать превышение скорости по всем направлениям, по всем полосам. Выезд на встречку, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований об остановке перед стоп-линией. А вот этот комплекс, установленный на пешеходном переходе по улице 70 лет октября, оснащенный интеллектуальной системой светового сопровождения пешеходов, первый в Архангельской области. Теперь на этом участке ни нарушить правила обгона, ни полихачить безнаказанно не получится. Наверное, сложно найти хотя бы одного водителя, который бы никогда не получал письма счастья от ГИБДД. Думается, скоро количество таких писем заметно возрастет, но в итоге повысится должна и культура вождения. Борьба с мошенниками продолжается, чтобы в очередной раз напомнить жителям города о возможных уловках и тяжелых последствиях телефонного общения с аферистами. Полицейские проводят встречи с работниками предприятий. Одна из таких встреч прошла сегодня в городском военкомате. Ее провел лично начальник отлоскового отдела МВД Эдуард Рукавишников. Он рассказал собравшимся сотрудникам о том, какими способами действуют мошенники и как не попасть на удочку телефонных разводил. Неизвестные могут представиться сотрудниками банка, службы безопасности, полиции, центром изучения общественного мнения, продавцами или покупателями и даже начальником учреждения, где работает жертва. Бывают другие разные случаи. В социальных сетях ВКонтакте тоже самое представляются родственниками, просят перечистить деньги в связи с нехваткой денежных средств того или иного родственника, псевдо. Ну и в таких случаях тоже самое. Не нужно торопиться переводить деньги. Лучше перезвонить родственнику, убедиться, что он писал и она писала и так далее. Найти мошенников и вернуть деньги с каждым днем становится все сложнее. К сожалению, современные технологии работают не только во благо общества, но и против него. IP-телефония, подмена номеров, скрытие местоположений и игра на психологии делают свое дело. За 2019 год аферисты выманили у жителей Котласа 201 миллион рублей. За 2020 год котлашане отдали мошенникам 360 миллионов. Никогда не надо с ними беседовать, общаться, просто положить трубку. Запомните раз и навсегда, банк, сотрудники никогда не звонят и не интересуются реквизитами банковских карт. Полицейские продолжат работу с информированием населения и проведут еще несколько таких встреч в различных организациях. Кроме того, Эдуард Рукавишников дал распоряжение сотрудникам полиции лично обойти часть населения, в основном пожилых людей. Чтобы еще раз напомнить, если вам звонит неизвестный и говорит что-то про деньги, банковские карты и прочее, лучше всего положить трубку. Система нашего банка зафиксировала несанкционированный вход. Вношу данные в реестр, проверяю информацию. Денежные средства, которые попытались вписать, находятся в холдинге банка. Информацию зафиксировала. Показали инкорректный номер пластикового носителя. Скажите, вы совершали вход в ваш вечный кабинет 7 назад? Подана заявка через интернет-магазин на покупку дивана на 10 тысяч рублей. Интересно, кто-то мог воспользоваться вашей карте без вашего ведома. Остальным картам остаток, пожалуйста, назовите. Номер вашего пластикового носителя. 4 блока по 4 цифры. После звукового сигнала продиктуйте код. Хватит кормить мошенников. Положите трубку. По всей стране продолжается вакцинация от коронавируса. Она выполняется на добровольной основе. И поток обратившихся растет в Котласе. Сначала прививочные кампании от COVID-19. Вакцинацию первой дозой вакцины ГАМП-КОВИД-ВАК получили уже более 500 человек. Вторую дозу – более 40 катлашан. По информации горбольницы, после введения вакцины у небольшой части вакцинированных наблюдается кратковременное недомогание с гриппоподобными симптомами. Большая часть вакцинированных переносит прививку хорошо. Обращение за медицинской помощью после вакцинации ГАМП-КОВИД-ВАКом не зафиксировано. Напоминаем, основные противопоказания для вакцинации препаратам – возраст до 18 лет, беременность, кормление грудью и индивидуальная непереносимость. Также в течение 14 дней до вакцинации не должно быть инфекционных заболеваний. Если COVID-19 был перенесен ранее, то вакцинация целесообразна, если болезнь была более 6 месяцев назад. Записаться на вакцинацию можно в группе городской больницы, а также по телефону 2-82-16. И возвращаясь к теме, какие побочные эффекты могут быть после прививки от COVID-19 – это один из самых популярных вопросов, которые задают жители области о всех возможных симптомах, рассказывает исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский. Что касается каких-либо побочных эффектов, которые развивались у пациентов, это грибоподобный синдром у ряда пациентов. То есть ломота в суставах, незначительное повышение температуры тела, озноб, которые сохранялись на протяжении одних суток и на следующие сутки уже пропадали фактически. Плюс дополнительно могли временно пропадать обоняние вкус, либо изощраться обоняние вкус, но в течение буквально одних суток эти симптомы также уходили. Каких-либо серьезных последствий, которые привели к госпитализации, либо летальных исходов вследствие использования COVID-19, вакцины от COVID-19, не зафиксированы на территории Архангельской области. И по информации, которая предоставлена Министерством здравоохранения Архангельской области, также, прошу прощения, Министерство здравоохранения Российской Федерации, также не зафиксировано. На следующей неделе нас снова ждут морозы до минус 30, где школьники и родители могут найти информацию про отмену занятий в общеобразовательных учреждениях. Напоминаем еще раз. Напоминаем, что в случае аномального понижения температуры воздуха, городской комитет по образованию направляет в образовательные учреждения рекомендации об отмене учебных занятий. В случае, если температура дневного, да, наружного воздуха минус 25 градусов и ниже, рекомендуемая отмена занятий для первых четвертых классов. Если минус 27 градусов и ниже, рекомендуемая отмена занятий для первых шестых классов. Если минус 30 градусов и ниже для первых восьмых, и минус 33 градуса и ниже для первых одиннадцатых классов. Информация по рекомендуемой отмене занятий, как обычно, размещается примерно с 7 часов утра на официальном сайте городского округа и в группе ВКонтакте администрации города, а также на радиостанции Европа плюс Котлас. Оперативно вся информация доводится до руководителей образовательных организаций. Они, в свою очередь, также размещают эту информацию на сайте образовательной организации, в группах классов в сети ВКонтакте. Прямо сейчас смотрите познавательную рубрику «Архивные дела» и узнаете, как правильно передать дела в архив. Затем прогноз погоды и небольшой блок потребительской информации. У меня на этом все. Хорошего настроения и увидимся. Котлас ТВ В том числе, документы, образовавшиеся после 2003 года – 50 лет. Ответственность за нарушение данной обязанности установлена Уголовным кодексом, Гражданским кодексом и Кодексом об административных правонарушениях. Хорошо, когда работа архива налажена с первых дней функционирования организации. Определены документы, которые будут оставлены на постоянное хранение. Какие будут храниться 50 лет, а какие временно? Установлен порядок работы экспертной комиссии, которая ежегодно отбирает документы для дальнейшего хранения и уничтожения. Когда документы ежегодно подшиваются в соответствии с требованиями и включаются в описи. Тогда удается избежать затрат на подготовку архива организации к передаче на хранение в муниципальный архив. Ведь согласно Федерального закона об архивном деле в Российской Федерации, документы поступают на хранение государственные и муниципальные архивы в упорядоченном состоянии. То есть они подготовлены определенным образом. Если архивная работа не проводилась, придется оплачивать услуги специалиста, чтобы он провел подготовку архива с самого начала функционирования организации. Так как обязанность по подготовке документов к передаче на архивное хранение, а также транспортировке, осуществляется согласно закону за счет средств органов и организаций, передающих документы. Нельзя приехать к архиву и вывалить документы бесформенной грудой. Это недопустимо. Поэтому ответственные лица организации обязаны организовать или подготовить документы к архивному хранению. Что входит в такую работу? Заключение договора с соответствующим архивом о передаче документов. Отбор документов, формирование, подшивка и оформление дел с составлением описей дел, исторической справки. Во время данного процесса при необходимости вас могут проконсультировать сотрудники муниципального архива. После проведенной работы по формированию и подшивке дел, описи вместе с исторической справкой направляются на согласование экспертно-проверочной комиссии в город Архангельск. При положительном заключении комиссии назначается дата передачи документов в архив. Сам процесс проходит в присутствии представителя передающей стороны и, в зависимости от объема передаваемых документов, может занять не один день. В любом случае, процесс передачи документов завершается и подтверждается актом приема передачи установленной формы. Один экземпляр подписанного акта остается на хранении в архиве. Второй выдается организации, передававшей документы. Если вы хотите убедиться, переданы ли документы той организации, где вы работали, но которая на сегодняшний день не функционирует, а вас убеждают в том, что документы переданы на хранение в архив, попросите предоставить вам документ, подтверждающий факт передачи. Документов – это акт, заверенный подписями руководителя организации и руководителя архива. Или же председателя исполкома, главы администрации, если муниципальный архив являлся структурным подразделением администрации или исполкома. На сегодня мы прощаемся с вами. До новых встреч. КОТЛОСКОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 13 и 14 февраля в Котловском дворце культуры состоится Кировская меховая ярмарка. Зимняя распродажа шуб с выгодой до 30 тысяч рублей. УСТРОИТЕ РЕБЕНКУ ПРАЗНИК В ИГРЕНКЕ Встреча с любимыми сказочными и фантастическими персонажами, игры, незабываемый серебряный дождь – и все это в игровой комнате «Игренок» на втором этаже ТЦ «Невский». ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-РА-ТУ Спонсор метеовыпуска – магазин «Все, что нужно». Подарки со смыслом, подарки по поводу, подарки с характером, подарки для мужчин. Выбираем в магазине «Все, что нужно». Часы, походные наборы, настольные игры, фляжки, ножи и многое другое. «Все, что нужно» на первом этаже ТЦ «Адмирал». В субботу 13 февраля в Котласе будет довольно облачно. Осадков в этот день не ожидается. Утром будет довольно морозно, до минус 26 днем. Температура воздуха повысится до минус 18. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы. В воскресенье 14 февраля нас ждет пасмурная и снежная погода. В дневные часы температура воздуха 17 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. В понедельник 15 февраля в Котласе сохранится пасмурная погода. Возможен снег. Днем температура воздуха минус 16 градусов. В ночные часы температура понизится до минус 26. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление останется в пределах нормы. Автомобилю нужны запчасти. Сеть магазинов «Авторитет» – это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Котлас Маяковского 47 и Володарского 23.